здравствуйте дорогие мои друзья сегодня половина восьмого вечера сегодня у нас среда и у нас вот такая погода опять черные черные тучи вот такие никак погоды нет уже на протяжении двух с половиной недель идут дожди на улице холодно один выдался солнечный денечек совершенно один вот видите палисадник я начала как раз вот позавчера и наверное вчера я успела поработать до дождя наверное но где-то час я начала позавчера когда солнечный денечек был выгребать всю старую траву листья началась открываться травка смотрю тюльпанки нарциссы уже выходит и вот там обрезала шиповник jasmine чуть обрезала цветоносом чтобы она расхлебистым небо гортензию сухие веточки так особо не трогала старалась гортензия набивает почки уже листики распускаются это гортензия набер и я у нее удалила сухие веточки но еще не все буду смотреть дождик никак не дает и убрала вчера наверно кучи 4 вот как раз веток травы и позавчера много и разгребаю разгребу этот участок начну высаживать растяжки на столике у меня стоит растяжки купила себе бордюрную ленту покажу какого производителя какая бордюрная лента я ее искала по всей тули ни в одном магазине этой бордюрной ленты нету и мне пришлось ее заказывать на вал берез но я покажу вам в отдельном видео возможно дай бог завтра с работы приеду займусь садом покажу может быть садовые какие-то работы и покажу вам как раз новые растяжки свои которые купила буду высаживать помимо того что я вам показывал до этого хост и до ирисы и всякие такие корневищные накупила хвойных покажу что как ленту покажу а в последующих видео мы купили шатер буду вам показывать шатер вот сейчас днем я сварила борщ очень вкусный сейчас вам тоже покажу немного вещи разбираю уже практически все разобрала дома стало уютно красиво очень нам нравится этот дом нравится как стало в последующих видео тоже буду вам показывать как разобрались какие комнаты стали уютные как все расставила но это будет потом а сейчас немного хочу вам показать косилку покажу сейчас магазин были в леруа вот и в леруа купили косилку и тачку покажу покажу что за косилку купили такой вот небольшой быстренький вам домашний влог чтобы вы не скучали не теряли меня этому это пиаре девочки я его делала сама делала несколько лет назад дочки в комнату но так как ее комната на втором этаже сейчас будет только делаться я его поставила на кухню вот такие здесь маленькие розочки беленькие розовые розочки до сама ножку отрезала из какого-то дерева с любого можно лачила дима мне бетонировал ее в керамическом горшочки и вот так сделала шариками раньше здесь была травка такая травка но так решила шариками вот такой-то пиаре но пойдемте смотреть про косилку она обработана маслом и для того чтобы она не ржавела и для того чтобы как бы товарный вид у нее был но это даже не масло наверно какая-то специальная такая ну жидкость чем обрабатываю покупаем и гарденов скую косилку вот сколько их привезли много решили взять greenworks она может быть меньше она может быть поменьше востребована ее еще не распробовали она не так давно на рынке но она мощнее а просто переплачивать за фирму тоже глупо ну я не знаю хочешь пойдем ту посмотрим если это поменьше мощность пойдем побольше посмотрим а что побольше может ну вот эту вот ты говоришь 1200 12 килограмм а до 10 килограмм это 12 потому смотр побольше на 100 ватт и соответственно я не знаю как дают гарантию на 3 года оформляем поставить печали мы поставили печати сохраняем чек и гарантия 3 года на грэ greenworks вот такую косилку мы купили все-таки решили купить косилку greenworks если я правильно называю у у меня от greenworks садовые такие длинные большие ножницы для стрижки туй вот хвойных растений но не только хвойных растений они у меня уже второй год мне очень они нравятся ни разу не затупились ничего прям вообще великолепные хочу себе такие электрические ножницы еще greenworks они наверное на тысячи полторы подешевле чем как же фирма называется вот эта голубенькая чем гордена но я думаю что это чисто из-за фирмы потому что greenworks что ножницы электрические что вот косилка она мощнее но на тысячу полторы она дешевле я вам цена сейчас уже наверное кадры оставила показала вы посмотрели в магазине и все-таки решили вот такую косилку у нее может мощность 1200 вот так она выглядит но я думаю прям хорошенькая и купили тачку ну тачку самую обычную купили вот очень удобная без тачка нише саду делать нечего такая косилочка вот здесь она включается да как всегда я вам покажу как буду работать когда буду стричь газончик вместительные у нее мешочек достаточно она не бензиновая конечно бензиновые косилки достаточно дорогие ну и в принципе бензиновые это знаете когда огромный участок да у меня участок 20 соток практически но дальше будет видно пока вот такую электрическую купили а потом будет по времени видно что будет потому что будем бассейн строить пруд и думаю не так много будет у меня газона он будет конечно но ближе к дому баксик сашенька идет с бакси не гулять до саша ждут растишки мои высадки а сашенька пошла гулять так ну тачку такая вот здесь стоит дима не собирает потихоньку теплицы привезли доски заказали 150 по моему на 200 или на пире нет про доски не буду дима будет рассказывать он как раз согласился рассказать вот как кто видел у меня на даче у меня капитальная теплица была такая хорошая дима будет делать грядки в теплице из досок будет делать знаете по кругу теплицу он вам все расскажет какого он это делает сам замечательно него получается вот он вырезал на двери поликарбонат уже прикрепил и потихоньку мне собирает на тачке я уже работала вот такая тачка у нас хорошая удобная кстати вообще думала сначала купить с двумя колесами либо с одним колесом и нам друг вот посоветовал у него два колеса и он посоветовал сказал ребят берите с одним колесом намного намного удобней и действительно не пожалели очень удобно очень хорошо с двумя колесами ну для меня тоже не так удобно дуги там лежат здесь дима купил вот такую трубу тоже будем показывать купили шатер красивый как раз установить на это место потом буду показывать вам и купил вот такую широкую трубу но он тоже будет все рассказывать про установки шатра кому интересно я прям отдельное видео просто установку шатра сделаю потому что некоторым мужчинам очень интересно да и женщинам должен потом передадут своим мужчинам вот не знаю что то здесь прочитаете вы не прочитаете труба 160 на тысячу миллиметров наружнее вот эта метровая труба достаточно широкая и дима хочет вкопать ее туда столбы от шатра и забетонировать чтобы она была надежной чтобы шатер не улетал ничего чтобы с ним не происходило все буду показывать